Деньги из воздуха не посыпятся. Я очень надеюсь, что нас услышат, что услышат сельских жителей и нашу проблему с гравийными дорогами. Это просто наша цель, чтобы нас услышали. Более половины дорог, которые находятся в ведении государства, гравийные – 11 тысяч километров. И потому распутница, которая случается каждую весну, затрагивает большое число жителей страны, говорят на предприятии «Латвия свал с цели». В последние 25 лет государственная сеть дорог в Латвии содержится в условиях недостаточного финансирования. То есть денег на содержание всей сети государственных дорог хронически не хватает. Еще надо отметить, что после ликвидации автодорожного фонда содержание дорог государственных происходит в большей степени за счет средств фондов Европейского Союза. А средства Европейского Союза мы нельзя, мы не можем их вкладывать в дороги местного значения, то есть дороги с очень низкой интенсивностью движения. В этом году на приведение в порядок гравийных дорог государство выделило 9 миллионов евро, но этого недостаточно. В обществе «Латвия с целью Бувы Тайс» говорят, сумма финансирования должна быть в разы больше. Я бы сказал так, примерно 400 миллионов в течение трех лет. И за это время, скажем, дорожные строители могли бы привести дороги в порядок. Канавы вдоль дорог давно заросли травой и кустами, так что дождевой и талой воде стекать некуда. Да и от покрытия почти ничего не осталось. Как говорят инженеры, только за счет отпиления дорог, когда дорога теряет примерно один сантиметр каждый год, да, ну, посчитайте, 15 лет, 15 сантиметров. Плюс еще грейдера, которые там очищают или выравнивают. Тоже каждое грейдерирование, это минус 2 сантиметра, минус 2 сантиметра, то есть от поверхности дороги. То есть 20-25 сантиметров эти дороги утерялись от необходимого уровня. Идеальным решением проблемы было бы все гравийные дороги заасфальтировать. Но это очень дорого, говорят в Латвии, асфал с цели. А 12 километров асфальта будет стоить 1 миллион евро. И если умножить на 11 тысяч километров, то сумма становится нереальной – 11 миллиардов. И премьер-министр Марис Кучинскис не обнадежил. Сегодня он заявил, что правительство будет приводить дороги в порядок постепенно с улучшением экономической ситуации в стране. А деньги из воздуха не посыпятся. Галина Сладовник, Решинис Лейтис, Латвийское телевидение.